Приветствую вас, меня зовут Лилия Томскова. Сегодня мы с вами полистаем 12 каталог компании Алифлейм, который нам сулит очень много новых предложений, акций, новинок. И самое классное, скажу вам по секрету, полностью обновляется коллекция аксессуаров. То есть сумки, бижутерии, новые палантины. И сейчас мы с вами все внимательно рассмотрим. И по традиции я вам покажу продукты, те, которыми сама пользуюсь, поделюсь своим опытом и честно расскажу, что мне нравится, что не нравится. И возможно именно этот обзор вам поможет сделать заказ, сделать правильный выбор и помочь также своим знакомым, близким, родственникам и клиентам в выборе продукции. Ну что, поехали листать! Каталог номер 12 начнется с 26 августа и закончится 14 сентября. Очень красивая обложка и сразу мы понимаем, что нас ждет новинка бомбическая. И эта новинка тушь всего за 249 рублей. Это объемная тушь, посмотрите, у нее такая пузатая, пузатая упаковка, ярко-розовая, с золотыми буквами. И необычайно колючая щетка, как ершик. Прям напоминает такого встревоженного ежика лохматого. Итак, что нам обещает эта тушь? Что будет заметный объем после первого взмаха. Щеточка, эффект на 24 часа. Ну посмотрим, что получится. Я обязательно закажу себе новинку и буду ее тестить, пробовать. И вам потом покажу результат. Я обожаю новые туши. Давайте посмотрим, что нам дает большую скидку. Чтобы тушь вышла не за 389, а за 249 рублей, нужно взять 2. То есть четное количество 2, 4, 6, 8. Берем, тогда будет хорошая скидка. Далее нам нужно будет указать с вами промо-код по акции. Прям в том же заказе мы указываем этот промо-код. И будем участвовать в розыгрыше 10 смарт-часов. О, как классно! Очень хочу новые часики такие розовые. Так, дальше двигаемся. Здесь, кстати, всегда очень много интересного. Читайте, что здесь пишут. Здесь есть еще дополнительные призы. То есть выкладываем в Инстаграм какие-то продукты из этого каталога. Ставим хэштеги и получаем один из сотни призов или поездку на бьюти-вечеринку. Слушайте, ну это круто! Внимательно изучайте каталог. Не откладывайте это на потом. Так, новый аромат. Новый аромат называется... Сейчас найду название, где у нас закодированный, правильный. Так, Сэнтсэйшнал. Сэнтсэйшнал. Такое что-то японское название. Это цветочно-фруктово-древесный аромат. И у нас будет как на слойка аромата идти. То есть парочка. Это парфюмерный спрей, который мы можем использовать на все тело. И его можно носить просто отдельно, без аромата. А можно вместе с ароматом. То есть они будут друг друга дополнять. Можно попробовать магию. А чем они отличаются? Смотрите. И здесь, и здесь семена гуараны. Здесь, и здесь пачули. Но в этом аромате спрея яблоневый цвет. А в этом солнечная роза. Я думаю, что это, конечно, будет красивое дополнение. Но вот прям мне понравился аромат. Слушайте, как я люблю новые запахи. Дизайн тоже очень красивый. Ну, конечно, у меня как-то склоняюсь больше к спрею. Ароматов у меня очень много. И это у нас туалетная вода. То есть она будет не такая стойка, а спрей парфюмированный. Вот я хочу спрей. Тем более с яблоневым цветом. Так. Здесь у нас еще одна туалетная вода. А, нет, это то же самое. Слушайте, ну тут так все закодировано. Нужно разбираться. Все, это то же самое аромат. Два аромата просто показывают, как их смешивать. Делать свою собственную магию. Все, поехали дальше. Что-то более знакомое и понятное поищем. Вау. Новинка. Карандаши для губ. Слушайте, я так рада, когда написали кто-то из девочек, что у нас эти карандаши снимают с производства. У меня прям паника началась, потому что я очень люблю эти карандаши. Вот сейчас смотрю, какой цвет мне подойдет. Это точно первый, точно второй. Ну и, пожалуй, пока все. Вот два цвета, которые мне точно подойдут. Это карамельный и нюд. Прекрасно. Это уже более темные оттенки. Тоже обращаю внимание на акцию. Если покупать два, то скидка больше. Покупаем два. Бальзам-праймер для губ. Скидка больше. Бальзам я вам, кстати, смогу показать. Это вот такая вот помада-карандаш. Выкручивается. Затачивать не нужно. Я вот изредка пользуюсь. Чем хорош праймер? Как и праймер под тональную основу, как и праймер под тени. Этот праймер предназначен для того, чтобы лучше легла помада. Он бесцветный. То есть мы его, когда наносим на губы, его не видно. Если губы шелушатся, то есть есть какие-то сухости на губах, то праймер поможет разгладить кожу губ, и помада ляжет идеально. Ну, кстати, зимой я им частенько пользуюсь, а летом даже про него и забыла. Ну вот достала, буду, может быть, тоже пользоваться. И еще у нас новинка. Это будет губная помада. Тоже серия 5 в 1 The One с глянцевым финишем. Я себе выписала два пробника. Розовый румянец выписала и вот этот воздушный коралл. Не знаю, мне так он понравился. Хотя надо было вот еще сладкий персик попробовать. Ну, я надеюсь, что у меня будет возможность все попробовать помады. И если привезут нам в бизнес-центр, я покажу общий обзор. А так, в принципе, очень интересно будет посмотреть, потому что все-таки помады я люблю больше, чем блески. Особенно, когда заканчивается лето-жара, то блески у меня тоже уходят далеко в косметичку и выходят на первый план помады. И тоже предложение все по два. То есть, если берем два, то нам это выгоднее. Кисть для помады рекомендую использовать, потому что с кистью помада ложится лучше. Заполняет все вот трещинки в губах. Помада дольше держится, если ее наносить кистью. Ну, в принципе, это очень красиво. Так, далее. Здесь у нас знакомая уже нам стойкая помада и помада Энергоблеск. Я надеюсь, что вы эти помады уже заказывали. Они у нас приходят вот в таких вот футлярчиках, упаковочках. И выкручивается. Ну, вот у меня одна всего помада за все время была. И тем более такой яркий цвет. Я ее очень редко пользуюсь. И мне кажется, ее даже уже нет в продаже. Ну, просто показываю, что удобная маленькая помадка, которая и в сумочке мало места занимает, и она очень хорошо лежит на губах. Стойкая. А сияющие, просто бесподобно красивые все оттенки. Просто подбирайте по пробнику. О, ура! Новые тени. Раз, два, три оттенка. Классные. Классные цвета. Мне вот и золотистый понравился. И голубой. Смотрите, он как с золотым отливом. Благородный серый. И рекомендую вам приобрести вот такую палетку. Я себе собрала здесь шесть оттенков теней. Очень удобно. То есть я сейчас закажу себе обязательно, вот мне нравится благородный серый. И может быть даже вот золотистый хайки. Есть тоже какая-то акция? Ой, вы посмотрите, всего 169 рублей. Обязательно рекомендую брать праймер. Потому что с праймером тени ложатся лучше. Вот такой вот тюбик. Надо будет прям одну капельку выдавливаете на пальчик, распределяете на два глаза. Сейчас капельку выдавляю. Смотрите, сколько вот вышел воздух. Видно, что он практически полный. Хотя этот праймер я покупала еще в прошлом году, когда только-только вышли новые тени. Он вот такой дает как базу. Выравнивает кожу. Потому что если веки посмотреть чистые, то там тоже есть неровности, есть венки просвечивают. А праймер, он выравнивает цвет кожи. И на него чудесно ложатся тени. Мы вчера как раз делали эксперимент в офисе. Красили без подложки. Да, я так называю, подложка под тени. И с подложкой. И, конечно, эффект получается совсем разный. Тени как будто бы начинают сиять. Все светятся. Просто загляденье. Когда на ночь без подложки, то тени очень светлые и блеклые оттенки. Так, это вот мои. Сейчас покажу, какие у меня цвета. Это бежевый нюд первый. Потом у меня винтажный зеленый, глубокий синий. И, наверное, вот этот темный кофейный. Вот эти. То есть я собрала все матовые. И из блестящих у меня розовое золото и сливовый тауб. Вот этот розовое золото, а этот сливовый тауб. Очень красивые цвета. Сейчас вам поближе покажу немножко. Розовенький. То есть он такой прям нежный-нежный весь переливается. И очень сильные цвета. Вот этот синий, коричневый. Очень часто использую вот эти два оттенка, мои любимые. И вот эта пара мне нравится. Смотрите, какие красивые цвета. То есть вот этот кофейный, темный кофейный, он настолько чистый, коричневый цвет, без всяких в рыжих, ни в красоту, ни в рыжину. Вот просто приятный, классный, натуральный такой цвет. Супер. Ну и белый покажу тоже вот на этом пальчике. Мне тоже нравится. Он прям цвет кожи. Выравнивает цвет кожи. И хорошее сочетание. У меня даже на канале есть как раз макияж, где я делаю двумя этими оттенками. Получается красивое-красивое такое волшебство. Безумие. Только обязательно берите палетки, чтобы было, куда вам положить эти тени Рейфил. Так, далее у нас здесь карандашики. Сейчас покажу вам несколько оттенков. Все, что у меня есть, я приготовила для вас. У меня, по-моему, вот три как раз цвета. Мне не только серого. Вот так выглядит натуральный оттенок. Вот тут буду красить. Смотрите. Я его, кстати, иногда использую как консилер. Если нет другой консилера, то я им могу и веснушку какую-то замаскировать. Классный цвет. С ним шикарно получаются эффектные мейки. Так, здесь у нас темно-коричневый. Смотрите, чисто темно-коричневый цвет. То есть он настолько темный, что его можно спутать с черным. Ой, этот я уже вам показала. Черный остался. Но черный, он еще чернее. То есть видно хорошо, насколько красивый коричневый цвет. И он лучше подойдет обладательницам светлых оттенков волос, светлой кожи. Потому что черный слишком резко смотрится. А коричневый более спокойный. И в то же время подчеркивает красоту глаз. Карандаши прекрасные. Они хорошо ложатся. Они стойкие. То есть их вот так вот просто за 5 минут не сотрешь. То есть они, когда полежат на глазах, от слез, от воды они не растекаются. Я такие карандашики очень люблю. И покажу вам даже такой вот стойкий карандаш-подводка. Я его называю почему-то Линнер. Не знаю почему. Но он действительно стойкий. Но вот у меня он старенький. Уже не красит. Он очень черный. А здесь у меня, наверное, что-то намазано. Нет. Ну просто он уже устарел. Выдохся. В последнее время я больше делаю макияж совершенно без стрелок. А если делаю стрелки, на кончиках просто карандашиками. Мне так нравится. Поэтому прям карандаши рекомендую. Далее. Так. Здесь я вам все рассказала. Трафаретом я ни разу не пользовалась. Нет такого опыта. Поэтому ничего не могу сказать. По поводу краски для волос. Я очень, очень люблю краску для волос Ари Фей. Я раньше только ей всегда пользовалась. К сожалению, сейчас не могу подобрать себе цвет. Потому что у меня такой необычный цвет волос. Но я вам покажу вот краску, которую использовала в последний раз. То есть что входит в состав? Окислитель. Сама краска. И маска, которая наносится уже после окрашивания. И она, конечно, невероятная. Я бы хотела целую банку такой маски. Просто без краски. Это было бы очень круто. А здесь у нас как раз прячется перчатка в инструкции. Многие не знают, где перчатки. Но они вот здесь. Смотрите, они просто приклеены. Их вот так вот нужно отрывать. Вот. И все. Вы их отрываете. Одеваете на ручки. Вот так, это рву. Все. Вот у вас есть одноразовые перчатки. То есть все для нашего удобства, как говорится. Почему я люблю эту краску? Она содержит масло льна, омега-3. Да, у нее есть запах немножко неприятный. Но не такой уж и резкий, чтобы... Как бывают некоторые краски, от которых просто бежишь. Она достаточно мягкая. Мягкая. Но какие от нее волосы. Это просто роскошь. Она такое чувство, что напитывает волосы. Все их соединяет. И волосы становятся такой упругие, красивые, блестящие. Вот особенно я всегда любила после окрашивания. Первую неделю просто волосы невероятно красивые. И легко расчесывались всегда. Но вот пока нет моего оттенка, к сожалению. Но очень хочется. Я бы, конечно, никогда не изменила Арифлейм. Вот в плане краски. Потому что я доверяю компанию на 100%. Сколько лет я ей пользовалась, у меня всегда волосы были в идеальном состоянии. Вот. Как видите, такая раскладочка. Далее. У нас много новинок, аксессуаров. На аксессуарах я долго останавливаться не буду. Но, да, немножко расскажу. Смотрите. Шарф по акции. Всего за 599 рублей. Это замечательная цена. Потому что аксессуары, в принципе, недешево стоят. Но, чтобы его за такую цену получить, нужно сделать заказ из каталога на 990 рублей. Не включая сам шарф. То есть это у нас не включается. Потрясающий чудесный аромат The One Discus. Если вот компания, как говорится, прекратит выпускать новый аромат, чтобы не соблазнять меня каждый раз новым, я бы вот прям возвращалась и возвращалась к этому аромату. Он невероятно вкусный. У него сердцевина, это бутон розы, малина и ваниль. Но звучит он как свежая спелая клубника. Он просто завораживающий, такой вкусный. Он очень похож на аромат Happy Diziac. Но, конечно, он не один в один, но есть нотки очень похожие. Он невероятно вкусный. Классные ароматы с розами. Но не буду долго на всех ароматах останавливаться. Покажу вам парочку. Poses. Это Poses наш первый, который вышел. А это второй Poses The Secrets. И оба мне нравятся. Неожиданно для меня раскрылся вот этот секретный аромат. На самом деле, когда он только вышел, мне он совершенно не понравился. Я его не раскусила, не распознала. Вот этот аккорд золотое яблоко. Он мне показался рисковатым. Но сейчас, обратите внимание, пол флакона. И при том, что я им летом стараюсь не пользоваться. Он достаточно такой мощный аромат. Поэтому вот сейчас придет осень. И я буду, наверное, только им одним и пользоваться. Он невероятно крутой аромат. И не оставит никого равнодушным. Это прям вот 100%. Вкуснейший аромат. Очень стойкие оба. Баночки для тела. Смотрите, как здорово, что можно выбрать аромат. И к этому аромату подобрать крем, чтобы усилить нотки в аромате. Чтобы аромат дольше держался. Я вот такую фишечку все время тоже использую. Так, что у нас дальше? Тоже аромат, аромат, аромат. Какой-то я вам еще хотела один показать. Но это, наверное, дальше будет. Здесь все без скидок. По поводу ухода за лицом, конечно же, рекомендую пользоваться. Потому что приятно смотреть на ухоженное, чистое, красивое лицо. Согласитесь, с этим трудно поспорить. Далее. У нас выходит новинка. Невидимый гель для укладки волос. Для мужчин. Ну, вы знаете, не секрет, да? То, чем пользуются мужчины, тоже могут пользоваться и женщины. Некоторые продукты, да, они могут быть как и для нас, и для мальчиков. Да, подходящими быть. Поэтому, если вы любите пользоваться гелями, то можно тоже в себя побаловать. Классный продукт. Шикарный аромат. Просто шикарный. Be the wild legend. Legend. Потрясающе вкусный. Действительно, очень понравился. Я его выписала. Пока не открыли. Потому что у Михаила сейчас три аромата открытых. Он говорит, пока не будем трогать. Но аромат просто бесподобный. Можно потереть страничку. Можно выписать пробник, чтобы распробовать этот аромат. Он такой прям дерзкий. Очень стильный аромат. И, ну, прям, нет слов. Очень понравился. У меня там слово «очень-очень-очень» можно запикивать. Далее. А вот наш любимчик. Happy Desiap. Тоже невероятно свежий, смелый, летний. Такой прям завораживающий. Особенно клубника, лайм. Вот это все. Зеленое яблоко. Как это все звучит бодро. Ну, прям съесть охота. Честно. Мужчина, который пользуется ароматом, хочется съесть. Так, это все пролистываю. Заказывайте пробники. Потому что я много могу рассказывать про ароматы. Но лучше вы сами один раз их попробуйте. Расскажу про тени для бровей. Это, наверное, пора сделать бестселлером. Потому что они крутые. И делают такие классные брови. У них тут есть секретный такой ящичек, где хранятся две кисточки. И у тени для бровей два оттенка. Темно-коричневый и светло-коричневый. А третий это воск. Воск для того, чтобы закрепить тени, уложить брови и продлить стойкость. Хотя они и так стойкие. Я даже когда воском не пользуюсь, у меня всегда брови на месте. То есть они не съезжают, не опадают. Мне нравится этот продукт. Он стал моим любимым. И еще мне нравится его использовать в сочетании с тушью для бровей. Сейчас, чуть позже, я вам покажу эту тушь. И тут еще пинцетик появился новенький. Так, что здесь у нас интересного? Вот как раз про брови. Более подробно. У меня есть все три оттенка туши. И я вам хочу их показать. У нас есть светло-коричневый, коричневый и темно-коричневый. Сейчас будем разбираться. Я все открою сразу. Вам покажу. Рекомендуется брать оттенок на один тон светлее, чем ваши брови. Вот смотрите. Сейчас здесь покажу. Это вот самый светлый. Вот он такой коричневый. Светлый-светлый-светлый. А вот этот вот средний цвет. То есть вот он такой средний. Я себе вот этот взяла. Но когда я была брюнеткой, я брала себе вот такой темный самый цвет. Вот он тут и полосики. То есть он прям темный-темный-темный коричневый. Вот так видно разницу. То есть для блондиночек хорошо как раз вот этот вот светленький. Ой, неправильно взял. Вот этот светленький оттенок. Я им просто не пользуюсь. Я почему-то подумала, что он мне будет хорошо. Но он для меня совсем светлый. Я его оставила на мастер-классе. А средний просто идеально подходит. Почему не надо брать совсем темный? Вот смотрите. Вы сначала тенями пройдете по бровям. Прокрасите брови. А потом сверху тушью проходите аккуратненько. Укладку делаете бровей. Придается блеск и фиксация. То есть продукт именно в сочетании с тенями невероятный. И сначала мне тушь не очень понравилась. Потому что ну все равно, когда ей одной красишь, нужно, чтобы брови были уже как-то подготовленные. И если они будут некрасивые, неухоженные, то тушь только подчеркнет недостатки. А именно когда брови проходим сначала тенями, а сверху потом просто усиливаем эффект. Ну, мне очень нравится. Вот такой продукт я не пробовала. Но у меня брала клиентка, и ей понравилось. Очень понравилось. Она мне сказала, что сначала не оценила вот эти вот светлые стороны, корректоры. А потом, говорит, я поняла, что с ними эффект, то есть брови выделяются. Сначала карандашом прокрашиваются брови, а потом корректором подчеркиваются к сверху. Снизу делается легкая тушевка. Вот это вот место высветляется. И получается, что брови эффектнее выглядят. Ну, еще у нас есть такой карандаш марки для бровей, который тоже я не оценила, не поняла его. Так, на этой страничке нас ждут стойкие тени. Сейчас я вам покажу три оттенка. Все три у меня есть. И я эти тени просто обожаю. Покажу вам вот здесь. Смотрите, раз. Я их использую и как базу под тени, и как отдельный продукт. Есть вот такие рыженькие. Оп, много нанесла. Вот так вот рядышком. Они матовые, стойкие. Высыхают и уже их не сдвинуть с места. То есть они такие вот прям сразу вылепляются в веки. Смотрите, какая красотень. Я, конечно, обожаю сочетание и те, и те. Мне очень нравится, потому что люблю разные оттенки макияжа. И когда нужно сделать быстрый макияж, то самые лучшие помощники вот такая парочка. Например, теплый макияж, холодный макияж. Все. Два цвета стушевала между собой кисточкой, границу убрала, и все. Прекрасно. Вот здесь показано, как лежат как раз самый светлый оттенок. А на уголочек я наношу то один, то другой, в зависимости от того, какой я эффект хочу получить. Так, далее. Карандаши для глаз. У меня есть только один карандаш сейчас зеленый. Могу продемонстрировать. Металлик. Да, надеюсь, это он. Давайте проверим. Просто он у меня давнишний. Вдруг это... Да, это он 317-91. Вот такой вот металлик. Он с блестками. И у него красивый зеленый цвет. То есть он не слишком темный и не яркий. То есть такой спокойный, красивый оттенок. Если вы заметите, то он отличается от того, какая здесь картинка. То есть он чуть потемнее, чем здесь вы увидите. Имейте это в виду. Вообще карандашики прекрасные. Так, далее. Тушим. А, покажу вам щипчики. Я иногда пользуюсь этими щипчиками. Кстати, они реально помогают сделать ресницы. Собирают их. Укладывают веером. То есть именно прижимаем до того, как красим тушью. То есть 20 секунд так аккуратненько прижали. Досчитали до 20. Отпускаем и сразу наносим тушь. То есть получается у нас такая фиксация ресниц. И тушь ложится лучше и эффективнее. Ну и тут у нас несколько тушей. Ну я вам, к сожалению, не буду показывать кисточки. Вот одна из моих любимых тушей с эффектом накладных ресниц. Очень круто. Если вы захотите взять многофункциональную водостойку, тушь, то только вместе со средством для снятия водостойкой косметики. Иначе вы ее просто никак не удалите. А не мацелляркой, никаким средством она не снимается. Классные кисточки. Всегда тоже рекомендую. И покажу вам такой невесомый спрей, который закрепляет макияж на 8 часов. Это вот такой флакон. Кстати, да, он чуть больше, чем на картинке. 50 мл. И его просто нужно распылить уже поверх макияжа. Он быстро впитывается и фиксирует макияж, чтобы он не растекался, не уплывал. И вот у кого жирная кожа, конечно, это прям палочка-выручалочка. Так, что у нас здесь? Праймер? Да, есть у нас праймер, сейчас покажу. Вот такой праймер, маленький тюбик, 20 мл. Но его не так много нужно, как тональная основа. То есть праймер он такой светленький. Сейчас покажу чуть-чуть. Давно не пользовалась. Сейчас использую нович праймер, хочу закончить. То есть вот он, прозрачный. Что он делает? Он стягивает поры, выравнивает кожу и является чудесной основой под макияж. И визуально лицо выглядит моложе, потому что он как бы распределяет тональную основу, очень ровненько, гладенько и поры не забиваются. Так, здесь у нас корректор. Ну, у меня нет его показать, есть в офисе. Хороший, классный корректор. Тут, смотрите, он маскирует несовершенство, подсвечивает. Это скрывает пигментацию, морщинки. Ну, легенький, хороший, легенький. Так, а здесь у нас тон. Тон у меня тоже такой имеется. У меня оттенок 88-й. Светлый беж, чтобы вы имели представление. Это матирующая тональная основа. Она подходит хорошо для обладательниц жирной кожи. Ну, вот что мне не нравится в тюбиках. Видите, я открыла и сразу бяка. Но зато матирует. То есть, если кожа жирная, то деваться некуда. Сейчас где-нибудь покажу, увидеть, давайте, чтобы было хорошо видно. Она хорошая, плотненькая основа. Она сразу матовая становится. Вот, смотрите, я ношу ее. Она сразу оп, и все матовая. И ничего уже делать не надо. Сверху можно чуть-чуть припудрить. Достаточно плотная. Но цвет темноватый. То есть, у меня сейчас легенький загар есть, конечно, на коже, но не сильный. Стараюсь сильно не загорать. Вот, смотрите, какая ровность. Да, очень хороший крем. Ну, неудобно сделан. Лучше, пусть был бы он чуть подороже, но в такой упаковке с дозатором. А это, конечно же, нехорошо. Согласны? Так, далее. Увлажняющая тональная основа Аквабуст. Да, у меня они все сейчас в офисе. Я не могу продемонстрировать. Но что сказать? Отличная тональная основа. Она увлажняющая, поэтому больше подойдет для обладательниц нормальной или сухой кожи лица. И она очень тонкая, невесомая. Одна из моих прям любимых тональных основ. Пудра для лица. Тоже часто спрашивают, какой брать оттенок. Но если кожа очень светлая, фарфоровая, если кожа уже с легким оттенком бежевым, да, или загорелая, то светлый бежевый. Многие говорят, что маленькая палитра, но на самом деле пудра имеет такую текстуру легкую, невесомую, что когда вы ее наносите на кожу, то она просто как вот вуалька лежит. И ее не видно сильно оттенка. Там здесь у нас румяна рефил, но я их не брала, поэтому ничего сказать не могу, но отзывы хорошие получала. А здесь я вам похвалюсь одной штучкой. И, кстати, у меня клиентка одна заказывала такую помаду-бальзам Хамелеон, оттеночный бальзам. И она просто от него в восторге, что сразу заказала вторую штуку, в запас положила. Может быть, опять будет заказывать. Я вам покажу то, что я очень люблю. Это Би-Би бальзам для губ. Смотрите, вот обычно бальзамы, они, особенно детская серия, я тоже буду вам сегодня показывать, они прозрачные. А этот, видите, он прозрачный, но дает персиковый оттенок. Здесь не очень может быть видно хорошо, но все равно видно, что вот отсвечивается персик. Очень вкусно пахнет кубникой. И хороший уход. Я им пользуюсь регулярно. Вот видите, уже здесь его немного, поэтому можно будет смело заказать еще один. И когда этот закончится, я сразу достаю следующий. У меня такого не бывает, чтобы этого бальзама не было. Я его всем рекомендую, с ним губы просто великолепные. Далее у нас целая коллекция аксессуаров, и я их пролистываю, потому что еще сама не видела. Но могу сказать, что восторг пришла вот от этой сумочки. Невероятно красивая сумка просто. Я в восторг пришла еще от набора с метистом. Действительно очень достойно и красиво. Я люблю такие безогранки камни натуральные. Мне понравилось очень-очень. Сейчас покажу, что вот этот рюкзачок я обязательно закажу. Ну, конечно, посмотрю на него сначала, но уже склоняюсь к тому, что я его точно буду брать. Вот это тоже необычное украшение. Ну, хотелось бы тоже посмотреть его поближе. Да, ну, и вот эта сумочка. Ну, я, конечно, сумочный маньяк, ничего с собой поделать не могу. Ну, надо же себя радовать, да, девочки? Девчонки, мальчишки, девочки меня точно поймут. Так, блески для губ. Не стала показывать, уже лежат они у меня в сумочке. Утащила, так сказать. Что скажу, мне понравились блески. Особенно у меня прям популярные глянцевые, бежевые. Я им практически сейчас пользуюсь каждый день, пока лето, с удовольствием. И я себе еще взяла сияющий розовый. Вот оба классные. То есть у меня, когда одежда в холодных тонах, я сияющим пользуюсь. Когда нейтрально, значит, такое теплое, то глянцевый бежевый. Я довольна, очень. Особенно мне нравится и аромат, и аппликатор удобный, и оттенки такие невесомые, прозрачные, красивые. И он достаточно стойкий, но липкая текстура, она есть. Хотя здесь написано не липкая, но я его ощущаю. Липкость имеется, однозначно. Так, здесь у нас для лапочек, для нашего маникюра. Мой любимый вот этот вот продукт, укрепление. И мне понравилась очень маслица. Кстати, я не думала даже, что я им буду так активно пользоваться. Но мне безумно нравится, как масло ухаживает за кутикулой. То есть я так вот перемешиваю. Если вы видите, там он двухфазный. Перемешиваю небольшое количество. Прям вот одну кисточку беру, раскидываю. Так вот здесь на кутикулу. Раз, 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 раз. Раскидала. Сразу на другую руку делаю то же самое. И беру, пока, например, смотрю, какой-нибудь что-то, эфир, обучение. Так что-то так сижу, втираю. Просто в кутикулу втираю. Если у меня ногти не накрашены, то есть я готовлюсь делать покрытие, то масло нужно будет потом аккуратно удалить с ногтевой пластины. Ни в коем случае никогда не красть ногти по маслу. Потому что они просто лак от, вспучатся и быстро облезут. То есть вот так нанесла и оставляю. Пусть питается. Потому что маслица очень хорошая. Она напитает кутикулу. Она не будет сохнуть. Будет мягенькая и аккуратненькая. Поэтому масло тоже нужно очень экономичное. У меня он давно этот флакончик. Видите, расход настолько маленький, что, я не знаю, мне его хватит, наверное, на целый год, если не больше. Классная пилка четырехсторонняя. Тоже всегда использую. Маникюр я делаю сама. Поэтому для меня такие инструменты очень важны, чтобы они были качественные и удобные. Наши роскошные лаки. Все люблю наши лаки. Очень крутые. Встаем коллекцию, пополняю. Хотя всегда себе говорю, больше брать не буду. Но не могу остановиться. И в этот раз я обязательно закажу верхнее покрытие с глиттером. Это новинка. Я очень люблю такие сияющие лаки. Его можно носить как отдельно, так комбинировать или поверх какого-то лака. Я очень люблю на ногах делать педикюр и сверху покрывать таким блеском. Очень красиво. Так, здесь у нас антивозрастная основа. Я не пробовала. И вы знаете, я никогда не рассказываю про то, что я лично не попробовала или не получила подробный отзыв от кого-то из своих знакомых, кто брал. Но отзыв был хороший. То есть кожа как будто бы подсвечивается изнутри, сверху накладывается тон и лицо выглядит моложе. Зато я вам с удовольствием расскажу про CC крем. У меня естественный оттенок, девяточка на конце. Хоть и тюбик, но достаточно удобный. И из него не вытекает как вот из того тюбика, который я вам показывала. Так, куда уже? Давайте здесь вот намажу немножко. Тёмный. Ой, естественно, он очень тёмный. То есть он прямо не только под загар. Я ему пользовалась, когда загорелая была. В поездку брала, потому что тюбик очень лёгенький. Ну, смотрите, его наносишь когда на кожу. Это, обратите внимание, это CC крем. Мультифункциональный. У него SPF защита 35. Он прекрасно распределяется по коже. Даже несмотря на то, что кожа, например, светлая, он как-то подстраивается под кожу и не смотрится таким тёмным. Вот, посмотрите, сейчас через некоторое время станет незаметно, что есть какое-то отличие от основной кожи. То есть он всё-таки такой умненький крем. Но, как видите, он не перекрыл эту вену. То есть она всё равно просвечивает. Но я нанесла очень тонкий слой. Я его прямо стушевала. Я им довольна и периодически постоянно его уберу. Особенно стараюсь летом взять такой тюбик. Потому что мне нравится, что здесь высокий солнцезащитный фактор. Я даже ездила в этом году на пляж. Нанесла этот крем. И забыла нанести солнцезащитный крем SPF 50 я себе покупаю. И очень долго была на солнце. У меня даже нос не обгорел. То есть он показал себя, что он хороший защитник. Так, дальше. Покажу вам такую тушь, которая мне совсем не понравилась. Для меня это просто какой-то кошмар. Вот смотрите, вот этот железный болт. Его, правда, не видно. Вот, стищу немножко. Металлический вот такой вот стержень. Как шуруп. Вот я его шурупом называю. Тушь шуруп. Но для меня она абсолютно никакая. То есть она, ее нереально накрасит ресницы, если нет под рукой чистой щеточки, которая будет прочесывать и помогать этой туши распределяться на ресничках. То есть совершенно бестолковая для меня затея. Я не знаю, может быть она кому-то и понравилась. Но вот у меня такого абсолютно не было. Эффекта подводки я тоже не получила. То есть я разочарована в этой туши. И поэтому говорю искренне. Я не хочу, чтобы люди тратили такие деньги и получили тоже негативный опыт. Свои негативные опыты надо оплачивать. Но когда можно поучиться у других, то не стоит. На самом деле лучше за эти деньги купить две туши пять в одном или с эффектом накладных ресниц. Однозначно. Это будет лучшее вложение. Так, а почему же я вам не взяла тушь? Ой, помада. Потому что у меня нет такой помады. Именно этих оттенков. Ну, почему не пойму здесь пять. Это новинки у нас? Нет. Все, вроде бы они есть. Я взяла себе один оттенок такой помады. Знаете, достойная помада. И упаковка прикольная, знаете, не отталкивает. Потому что вы, кто смотрит мои видео, вы знаете, что я упаковку The One не очень люблю. За счет того, что она какая-то блеклая, невзрачная. Быстро обшаркивается и становится такой неприветливый товарный вид. Да, или вот, например, палетка вся ободранная. Конечно, мне это совсем не нравится. Здесь прикольная упаковочка. И помада, если сравнивать ее с The One, то она более плотная и посуше. По моим ощущениям, да, она более такая сухенькая. Но лежит хорошо. Я себе взяла один из коричневых оттенков и мне прям понравилось. Две туши. Тоже неплохие туши. Достаточно приличная кисточка. Ну и цена суперская. Обращаю внимание, одна обычная объемная, другая объемная, водостойкая. И я вот эту тушь пробовала. Честно говоря, если бы у меня не было средства для снятия водостойкой косметики, то я бы, наверное, с ней так и ходила бы до конца своих дней. Потому что она ничем не смывается. Абсолютно. На нее ни вода не действует. Ни мицеллярная вода. Ни гель для снятия макияжа. Вообще ничего. Я ее еле-еле достала в средства для снятия водостойкой косметики. Вот, кстати, вот такое вот обожаю средства. И тогда уже у меня все получилось. Кстати, обратите внимание, здесь у нас два оттенка, наверное, уходят с часиками. И они будут со скидкой. И здесь тоже, видите, часики, количество товара ограничено. Но это хорошо. Идет обновление. Тут у нас масочки. Да, кстати, я пробовала несколько масок разных, брала. Но не из этой серии, а которые у нас были предыдущие. Да, они очень классные. Но для меня, я считаю, что это не дешево. Когда можно целый тюбик маски купить за пределы 200 рублей. Например, маску с овсом, ягодами Годжи питания. Или маска с чайным деревом. То, в принципе, получается, что это такое баловство. И я в основном вот эти вот масочки брала на подарки. Потому что это очень прикольный, необычный подарок. И он так красиво упакован. То есть в таких ярких, стильных коробочках приходит. Так, здесь у нас серия Optimus. Для разных типов кожи. Тут нужно все читать и изучать. И у меня на канале есть видео подробное по типам кожи. Как подбирать, из каких серий можно собрать такой вот хороший комплекс. Я вам покажу маску. Вот насколько я не люблю маски в банках. И это понятно, да, у меня эта маска уже давно. Я никак ее не закончу. Потому что, ну, так неудобно. Потому что надо лезть в банку и доставать себе. Все-таки, ну, маска неплохая. Она питательная. Тут всякий микс, ягодный микс. Она вкусно пахнет. Ну, она просто хорошо увлажняет кожу. То есть, если вы немножко подсохли на солнышке, да, поджарились, то, конечно, надо сделать питательную масочку. На 10 минут смыть и потом продолжить уход обычный. Брала я вот такой мульти-крем. Мульти-защитный с SPF-3 тоже достойный крем очень. И мне нравятся салфеточки. Я вам их покажу. Смотрите, это такие маленькие волшебники. Вот этот микрокоробочек, который поместится в любой сумочке. Даже самой маленькой. Вот отсюда мы достаем вот так одну салфеточку. Например, достали. И вот где у нас жирная. Смотрите. Давайте что-нибудь подпитываем. Что у меня здесь жирная есть? То есть, вот, смотрите. Вы ее прикладываете к носу, к щекам. Она просто в себя все впитывает. Но при этом не забирает цвет. То есть, если вот через тоналку проступил жирный блеск, то вы просто проходите сверху по тоналке. И получается эффект, как будто вы только сделали свежий макияж. Лицо припудренное, красивенькое. Все. И весь жир остается вот на этой маленькой промокашке. Это невероятное, фантастическое изобретение. Я беру с собой всегда в дорогу. Потому что в дороге особо некогда там следить. Особенно если жара, то проще быстренько достать салфеточку. Даже не надо куда-то уединяться. И даже зеркало ненужное. Вы без зеркала можете пройтись по своему лицу. Вы же с ним хорошо знакомы. Где у вас нос, где щеки, да? Где лоб. Разберетесь. Так, что здесь? Тробники. Вот, кстати, как сделали. Здорово, что можно попробовать, прежде чем купить. Я вам сейчас покажу набор. Вот у меня есть такой набор экологен. Я взяла для клиентов, которые сомневаются или не могут попасть на мастер-класс. Смотрите, здесь 5 пакетиков. И здесь у нас все есть. Что нам нужно? И очищение. Вот гель. И крем, и сыворотка. И крем для век. И дневной, и ночной. То есть девушка все попробует. У меня, кстати, была как раз такая ситуация. Девушка аллергик. Очень хотела наш уход. Я ей дала такой набор. Она на мастер-класс не могла ко мне попасть. И у нее проявилась аллергическая реакция. То есть мы вложили тут 700 рублей за 5 наборов. Посмотрите, как выгодно. То есть взять можно 5 наборов и работать с клиентами посредством такого удобного мастер-класса. То есть отдать домой человек, попробовать, то есть объяснить, какой пакетик за что отвечает. И таким образом у вас будет либо заказ, либо выявить, что человеку не подходит, не понравилось и так далее. Поэтому нужно брать пробники. Так, здесь у нас предложение по новейндж. Все пропускаем, потому что это очень долго. Что здесь? Кстати, смотрите, какое предложение. Ну вот прям вот классное. Во-первых, пилинг, который мне очень-очень нравится. Во-вторых, это крем со SPF 50 мультифункциональный. И всего набор 1189. Но это просто цена вау. Я по-другому сказать не могу. И тот, и тот продукт очень нужный и очень классный. Например, если вам не нужен какой-то продукт, вас поспрашивайте у своих знакомых. Может быть, кому-то кто-то очень пилинг хочет, а вам как раз крем нужен. Или наоборот, кто-то крем, а вам пилинг. То есть делайте такую совместную покупочку. Так, вот так выглядят масочки тканевые. Даже вам покажу. Вот у меня есть как раз такая маска. Я периодически делаю тканевые маски, но они эффективные. Конечно, настолько напитывают кожу, расправляют, снимают с нее стрессы, всякие помятцы, неровности. Но я особо не злоупотребляю ими. В том плане, что они не дешевые такие. Но когда надо на выход себя подготовить, чтобы была как конфетка, куколка, то, конечно, лучше потратить 300 рублей на маску и сделать себя кукленком. Чем ходить по мятым речкам. Так, дальше. Что у нас здесь? Маски. Пропускаем. Про эту маску у меня прям отдельное видео есть. Я в восторге от этой маски. Супер просто. Так, что еще? Так, маску черную. Тоже есть отдельное видео. И ее уже нет на складе. Я сегодня заказ отправляла. Нет маски на складе. Ну, может быть, она появится. Потому что маска очень крутая. Очень вот эта черная, эластичная. Как она крутая лежит на лице. Как она снимается классно. Но зато я вам покажу вот такой крем для тела. Вот. Оно для лица и тела. Но я использую в основном его только для тела. Я на лицо не наношу такие дешевые кремы. Смотрите. Так. Они все приходят запечатанные. Все под фольгой. И вот такая вот классная штука. Давайте что-нибудь тут у меня еще и не мазала. Я помажу. Потому что я обожаю этот крем. У меня как раз заканчиваются. И я хочу этот сейчас. Кокосовая вода. Аромат просто балдежный. И он, видите, он такой тающий. Он прям... Вот я его нанесла. И он ух! И как снежок растаял. И все. И он уже весь впитался в коже. То есть кожа мягкая. И просто приятный аромат. Вот для лета самый лучший крем. Хотя, видите, он не слишком густой. Он такой прям приятный консистенция. Вот. Теперь буду иммазаться. Ой, спасибо вам. А тут так еще не открыла. Так, дальше. Что еще похвалить вам? А, губочку хотела показать. Смотрите. Ярко-желтого цвета. Губка для очищения кожи. Ей действительно суперудобно снимать маски. То есть маски, особенно которые застывают, это с глиной, таким, с чайным деревом маски. Просто очень удобно. Даже питательную маску смыть удобнее таким спонжиком, чем ладошками сто пятьсот раз поливать на себя водичкой. Это моментально снимает. Когда ее намочишь, она становится мягкой. Сейчас, видите, она жесткая. Я ее даже, в принципе, могу сломать. Ну, может быть, не сломать, но повредить точно могу, если буду сейчас ее гнуть. Когда она намыкает, она становится больше в два раза. Мягенькая. И она, видите, высыхает совершенно. В ней не заводятся вот эти вот микробы. Чем она удобная. Очень долго служит. Одна маска служит... Ой, одна губка служит, наверное, полгода. Так, что еще? Витамины, которые нужно пить. Я, кстати, пью комплекс с морским кальцием и витамином D. Мне нравится. Ну, я все пью. Я витамины обожаю просто. Крем для рук. Про шампуни для волос. И, так, чтобы еще какие-то есть тут. Да. А что я хочу сказать? Я люблю все. Периодически я беру. У меня сейчас есть восстанавливающий бальзам, кондиционер. Вот этим пользуюсь. Он, правда, очень хороший. Я взяла себе для... А, нет. Ухаживаешь не брала. А, у меня вот климат-контроль. Вся серия. Бальзам уже закончился. Осталась крем-сыворотка. Кстати, забываю ей пользоваться. Редко пользуюсь. Но то очень нравится шампунь. Я обожаю эту серию. Все время беру. Я считаю, что для профессионального шампуня и бальзама HairX это, ну, очень доступные цены. Очень доступные. Потому что, действительно, качество волос улучшается в разы. Так, что еще вам показать, похвалиться? Ну, кстати, у меня сейчас есть оба вот эти средства. Я вам их забыла приготовить. Использую для живота. Сейчас активно делаю упражнения на то, чтобы укрепить живот, спину, да, вообще все тело. И стала пользоваться активненько вот этим средством для... Ну, я на живот его наношу в основном. И антицеллюлитный гель. Тоже очень эффективный. Чтобы кожа была в тонусе, подтянута. Не было вот этих апельсиновой корочки. Надо пользоваться. Оно само никуда не денется. Легко этим обзавестись, да, трудно избавиться. И я балдею от новой серии. Feel Good. Feel Good. Это просто бомба, а не Feel Good. У меня есть все четыре аромата. Вот один вам взяла показать. У него 200 мл объем. То есть флакончик такой увесистый. Но обращаю ваше внимание. За счет того, что здесь в составе входят натуральные эфирные масла, эти гели, они немного жиже, чем мы привыкли. То есть, например, если взять вот это мыло и гели, у нас примерно такой консистент. То есть они, видите, с трудом перекатываются, такие густые. И там буквально нужна одна капля, чтобы получить огромную пену и отмыться от души, да, с ног до головы. То здесь они намного жиже. Я, конечно, его сейчас выливать не буду, но попробую вам показать вот так вот легким нажатием. Что, видите, он, ну все равно не видно, но он немного жиже. То есть это говорит о том, что здесь действительно натуральные эфирные масла. Как мне сказали специалисты по маслам. И выходит, по-моему, два новеньких, два новичка. Это что? Это муссы. Муссы, которые выходят такой густой пенкой. И тоже им можно купаться. Кстати, ну классная штучка. Особенно это круто, вот если кому-то подарить. Ярко, необычно, динамично. Очень вкусно пахнет. Вот такой у меня уже закончился. Сейчас это открываем. Потом откроем сливу и лаванду у меня еще есть. Где у нас лаванда? А почему-то здесь нет лаванды, смотрите. Но он есть. Далее, для губ средства. Это маленькая помада Рапунцель. Это все, что у меня есть из детской коллекции. Заказала. Многие спрашивают, пахнет или нет. Да, пахнет. Очень вкусненько, нежненький аромат. Хорошая помада. И у меня есть вот этот Микки Маус. Мини Маус. Вот она сильнее пахнет. Такой клубничной. С ароматом клубники. Даже губ покрасила. Вот этот мне нравится по запаху больше. А по качеству они оба хорошенькие. Хорошо питают, увлажняют. Ну, никакого цвета нет. Забыла показать. То есть, если красишь, то просто блестят губки. Цвета нет абсолютно. И вот Рапунцель тоже рядом покажу. То есть, тоже просто увлажнение. Хороший бальзамчик. Девочкам обязательно нужно, чтобы они мазали губки и были красивыми принцессами. Для зубов. Да, конечно, все нужно. У меня всегда в ванной три. Цубика открыты. Это защитная паста, отбеливающая и лесной травяной комплекс. Вот три мои любимые пасты. А здесь у нас как раз зубная паста, освежающая. Это гелевая паста. Щеточки у нас хорошие. Так, для ног. У меня, кстати, есть кое-что вам показать. Вот такой вот у меня гигант. Смотрите, 150 миллилитров. Это много. Это не как мы привыкли маленькие там тюбики по 75 или по 100. Он прям огромный, такой увесистый, жирный крем. Он очень крутой крем. Сейчас вам покажу его. Потому что я для себя взяла. Вот, смотрите. Куда вам его помазать, показать. То есть, он прям крем. Если я наносила кокосовый, он прям вах и исчез. То этот, видите, какой густой. И он хорошо напитывает ноги, чтобы кожа нога была мягкая, не загрубела и не было натоптышей. И было просто комфортно. Так, для ног еще дезодорант. У меня прям, по-моему, один в один такой же. Да, 250 миллилитров. Его уже тут не так много осталось. Но я без дезика вообще не представляю, как это. Ну, я пользуюсь им каждый день. Каждый день перед выходом я наношу дезодорант. Потому что с ним не натираются ноги. Не так потеют. Охлаждающий эффект очень очевидный. Особенно, когда жарко, то ноги прям так ментоловый холодок окутывает. Да, крутая штука. Тем более, такой гигант. Особенно, да, мужчинам обязательно, да, нужно. Они так мучаются в закрытой обуви, в носках своих. А это будет прям облегчение. Так, что-то здесь у меня тоже есть из этой серии. Так, здесь крем для душа, шампунь, кондиционер. Я вот всю серию брала. Особенно, мне нравится крем для рук. Очень реально крутой крем. Жидко-мыло. У меня все было. Все очень понравилось. Я вам упаковку только могу показать. Сейчас у меня вот лосьон. Тут прям остаточки. Прям вот все. Уже там еле-еле чувствуется. Смотрите, какая чистая, красивая такая по-шведски упаковка. Очень приятный аромат миндаля. То есть он такой прям нежненький. Такое ощущение семейности, чистоты. Вкусно так пахнет. Ну, классная серия. Так, здесь это у нас. Ну, мыло я вам уже тут показывала, демонстрировала. Кстати, такой вкусный аромат. Хочу еще себе таких мыльцев заказать. Потому что я больше люблю все-таки вот нажать и все. Чем брать этот кусок мыли. Потом он лежит в этой, там, мучается в банке. Я считаю, что это более как-то эстетично. Особенно, если много гостей в доме. Все вот одним куском мыло мылятся. Лучше вот поставил жидкое мыло. И тем более, тут его много, 300 миллилитров. У нас его хватает надолго. Так, это я не пробовала. И почему-то не взяла. У меня есть все три геля для душа. Прикольные гелики. Особенно мне нравятся с апельсином. Ну, просто я люблю цитрусовые. Они все хорошенькие. Мыло. Хорошенькие мыльца. По 65 грамм. Такой хороший плотный кусочек. Я вот уже вот такой мы попробовали и смылили. Плотный кусочек. Хорошо пахнет. Хорошо пенится. Мягкий коже рук после него. Кстати, он похож по качеству с этим мылом. То есть они и по форме одинаковые, и по качеству. Такие хорошие кусочки, аккуратненькие. Так, достойно. А, новинка! Наконец-то! Серия Essence and Hope. Не знаю, как это прочитать. Ну, ладно, перейдем ближе к делу. Жидкое мыло для рук и тела с розовым перцем и ревеньем. А это лосьон для рук и тела. Я, когда вот потерла эту страничку, конечно, я посмотрела каталог заранее. Ну, вы поняли, я, конечно, закажу. И вот, вот оно! Ну, смотрите, это ночное восстанавливающее масло Эликсир. Я уже два пакетика испробовала. Заказала еще четыре. Я не могу дождаться, когда выйдет новый каталог. И мне уже хочется им пользоваться. И после первого пакетика сразу я записала видео, в котором просто я рассказываю свои ощущения. У меня настолько волосы изменились. Я не думаю, что, как сказать, что это было чудо какое-то, потому что ему неоткуда было случиться. Но когда я утром встала и потрогала свои волосы, стала их расчесывать, я поняла, что это как будто совсем другие волосы. Мне очень понравилось. Я рекомендую, если есть возможность, возьмите пробник сначала, закажите, попробуйте. Ну, а если нет, то просто смело берите это потрясающее ночное масло для волос, чтобы ваши волосы стали еще лучше. И его самое главное не нужно смывать. Просто утром встаете, и у вас ароматные, чистые, напитанные маслами волосы, которые просто чудесные. И супер предложение для мужчин. На последней страничке я вам покажу пену для бритья. Как раз она у меня есть. 200 миллилитров. Всего 179 рублей. Ну, это фантастика. Конечно, таких цен я в магазинах не видела, чтобы пена так делать всего стоила. Потому что здесь ее очень много. Она густая, плотная такая пена. Откуда я знаю, Миша раньше ей пользовалась. Сейчас у Миши борода. Мы папам своим берем эту пену. Она просто крутая. Очень крутая. Поэтому я рекомендую использовать спецпредложение для того, чтобы порадовать своих мужчин. И сэкономить кучу денег. Так, теперь я точно вам все рассказала. Шикарный каталог. Вот прям реально есть, что заказать. Очень много у меня хачушек новых. Особенно в плане аксессуаров. Конечно, сразу же две покупки будут уже в первом же каталоге. Потом, может быть, еще что-то возьму. Я вам желаю чудесных покупок. Чтобы все, что вы себе выписываете, вам понравилось, подошло и дало ожидаемый результат. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте прямо в комментариях под видео. Ну и просто, если видео полезное, понравилось, ставьте лайк. До новых встреч. С вами была Лилия Донскова. Пока-пока. Go pro stop видео.